18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Главное политическое событие страны состоялось. В России избрали президента на ближайшие 6 лет. В Анапе организация избирательного процесса прошла на высоком уровне. Анапчане показали рекордную за последние годы электоральную активность. В выборах приняли участие 76,44% от общего числа включенных в списки избирателей. А голоса распределились следующим образом. За Владимира Путина в Анапе проголосовало 82,31% избирателей. За ним Павел Грудинин. Он получил 9,53% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский. Ему отдано 4,14% голосов. Далее идет Ксения Собчак и 0,98%. Борис Титов на пятом месте. У него 0,73%. Григорию Явлинскому анапчане отдали 0,56% голосов. И замыкают список Сергей Бабуриным и Максим Сурайкин с одинаковым процентом голосов. 0,49%. Наши корреспонденты освещали ход выборов в режиме нон-стоп. За вчерашний день на нашем сайте было опубликовано свыше 40 новостей с избирательных участков. И сегодня в выпуске мы подробно расскажем, как она поголосовала. Глава муниципалитета пришел на участок, расположенный в городском театре, в первые минуты после начала его работы. Он осмотрел помещение, оценил готовность к проведению главных выборов страны, а также проголосовал в числе первых. Выборы – это важный этап в жизни каждого гражданина Российской Федерации. Мы выбираем президента Российской Федерации, мы выбираем стабильность в нашей стране. Поэтому все должны прийти и отдать свой голос за того кандидата, за которого они считают нужным. Уже с самого утра активность анапчан, а также жителей других городов, была достаточно высокой. Юрий Поляков встретил министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофора Константиниди. После того, как он проголосовал, глава Анапы познакомил его с проектами благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда», по которым проходило рейтинговое голосование, а также сделал свой выбор. Так, на участке в Цибанабалке встречали председателя муниципального совета Леонида Кучитова. Он пришел на избирательный участок с супругой. Выборы назвал настоящим праздником демократии. Каждый гражданин нашей великой России имеет право высказать свое отношение к выборам, к тому или иному кандидату. Это действительно большая заслуга демократии. Я думаю, что мы сегодня определяем будущее России на прилежащие 6 лет. И остаться в стране никто не имеет права. Большинство жителей и гостей города-курорта шли на участки в приподнятом настроении. В отдельных случаях образовывались очереди, но чаще всего поток был равномерным в течение всего дня и предвещал высокую явку. Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Руслан Душевский. Анапа. Регион. Свой гражданский долг исполнили и другие анапские парламентарии. Проголосовав, местные депутаты отмечали высокий уровень организации выборов на анапских участках. На избирательном пункте номер 0212, который расположен в четвертой школе, свой выбор сделали заместитель председателя совета города-курорта Анапа Александр Смирнов и депутат совета Вера Севрякова. На этом участке было многолюдно с самого утра. И желающих проголосовать собирались даже в очереди. Но процесс проходил спокойно, без сбоев. Страивает все в избирательном участке, потому что готовились. Много проведено работы. И администрация проводила работу, чтобы было все нормально. И вообще эти выборы очень много нового. Это и открепительное, и уже другое. И сегодня общественный контроль, как никогда не было. Сегодня общественная палата и общественный совет смотрят за партиями, которые сегодня наблюдатели. Чтобы был порядок. Это тоже одно из новшеств. Поэтому сегодня, я думаю, все сделано. И администрация, и совет, и муниципальные наблюдатели для того, чтобы мы спокойно проголосовали. Прийти сегодня на избирательный участок – это конкурсационный долг каждого человека. Мы выбираем будущее нашей страны, особенно в такое сложное время. И именно эту страну должен вести человек, который обладает всеми необходимыми для этого качествами. Настоящим праздником выбора президента назвали депутаты Совета Врешат Мачьян и Константин Апостолиде. Он проголосовал на участке в Джимите. Активность жителей здесь была особенно высокой. Сегодняшние выборы показывают, насколько неравнодушны наши жители. Не только, я думаю, наше муниципальное образование, а всей страны к сегодняшней политической обстановке. Очень активно у нас граждане голосуют. Действительно, это праздник. Наша администрация постаралась, сделала это очень активно, организовала концерт. Реализовать свое избирательное право имел возможность каждый анапчанин, в том числе и люди с ограниченными возможностями здоровья. На всех избирательных участках были установлены кнопки вызовов. 48 оборудованы пандусами. На 9 участках установлены лифты для маломобильных граждан. Многократный призер международных соревнований подзюдо среди слепых и слабовидящих Анатолий Шевченко пришел на избирательный участок с семьей. Он голосовал в детско-юношеской спортивной школе номер 10, где регулярно тренируется. Спорт научил его полагаться только на собственный труд, а не на авось. Каждый должен делать свой выбор. Это система голосования. Если каждый будет к этому неответственно относиться, то действительно страной будет управлять не тот, кто должен, а тот, кому просто повезет. Участок для голосования в городском театре находится на втором этаже. Чтобы подняться, Никита Аванков использует специальный подъемник. Аналогичное устройство есть в Центре культуры Родина. Большинство участков находятся в социальных учреждениях, а в муниципалитете реализуется программа «Доступная среда». Как ответственный гражданин понимаю, что сейчас действительно мы, граждане, управляем своим будущим, своей страной. Наверное, я сегодня голосовал еще не как гражданин, а еще от лица человека с ограниченными возможностями. Потому что я хочу жить в социально защищенном государстве, чтобы мои социальные права и права как человека с ограниченными возможностями действительно защищали, замечали и поддерживали. То, что в Анапе постепенно ликвидируются барьеры для людей с ограниченными возможностями, здоровья, заслуга таких активистов, как Никита, их немало. Общественники формируют заявки, их выполняют по линии городского управления ЖКХ. Выборы, своеобразный промежуточный тест безбарьерной среды и помогут продолжить работу по ее расширению. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Наши корреспонденты следили за ходом голосования и в сельских округах. Там жители также проявили активность. Кое-где явка достигла отметки выше 90%. Сам процесс голосования проходил под звуки музыки и ароматы свежей выпечки. В сельских округах муниципального образования работало 47 избирательных участков. Безопасность обеспечивали почти 300 сотрудников полиции и 120 представителей казачества. В поселке Суворов-Черкесский голосование проходило в помещении школы-интерната. Большая часть избирателей пришлась в утренние часы. По предварительным данным, здесь проголосовало более 90% избирателей. Этот выбор я сделал во благо наших внуков и правнуков, на благо наших пенсионеров. Пенсионерам достойную жизнь, внукам счастливое детство. Я, во-первых, всегда хожу на выборы, тем более это выборы президента, решается дальнейшее нашей страны. Чем больше людей проголосуют, тем больше выберут действительно достойного президента. Все-таки это будущее нашей страны, наших детей, нашего общества. Поэтому я считаю, что каждый человек должен и обязан ходить на выборы. Не сильно отстали от своих соседей и жителей поселка Виноградный. Здесь проголосовали 82% избирателей и почти все задействующего президента страны. Позитивных изменений селяне ждут и от программы «Комфортная городская среда». В поддержку своего проекта десятиклассница Евгения Матренко сделала макет будущего парка имени Василия Полякова, который планируется здесь построить. Жители активно голосовали за свой проект. Мы хотим, чтобы в нашем поселке был очень красивый парк. Чтобы мы мы шли гулять в парке с внуками, чтобы туда ходили отдыхать наши дети. Ну, чтобы все было прекрасно. Мы за красоту. А к тем, кто не мог прийти на участок по состоянию здоровья, на дом приезжали члены избирательных комиссий с бюллетенем и опечатанной урной. Здравствуйте, Василий Васильевич. Мы члены избирательной комиссии пришли для того, чтобы вы смогли проголосовать за нашего будущего президента. На сельских избирательных участках царила особенная атмосфера праздника и гостеприимства. Была организована торговля свежей выпечкой, работали буфеты. Творческие коллективы в течение всего дня радовали избирателей своими яркими выступлениями. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Одна из самых высоких явок была отмечена в хуторе Курбацке. Там на голосование пришли почти 93% избирателей. Из них 85% проголосовали за действующего президента страны. Также этот участок стал пунктом голосования для военных части, дислоцирующейся в районе Анапского сельского округа. 17 офицеров, 14 контрактных военнослужащих и 43 солдата срочной службы войсковой части 26-345 реализовали свое избирательное право на участке в Курбацком. Процесс голосования по-военному четко отлажен. Срочники в сопровождении офицеров прибывали организованными группами по 15 человек, чтобы исполнить свой гражданский долг. Стране нужны нормальные правители, власть. Власть она власть. Страну должны управлять. Беспорядка не должна быть в стране. Нужны быть люди, которые могут управлять в стране. Поэтому я думаю, это долг каждого проголосовать. Я считаю, что выборы – это важный момент для каждого гражданина Российской Федерации. Потому что мы выбираемся не только президентом, мы выбираем себе будущее. Поэтому в этом плане не нужно сидеть дома, сложа на диване, нужно прийти и проголосовать. Не нужно быть мертвой душой, а нужно в этом плане быть поактивнее. И каждый голос важен. Электоральную активность проявили и хуторчане. Участок не пустовал в течение всего дня. Для жителей более старшего возраста работала мобильная группа с урнами для голосования. В целом явка здесь составила более 90%. Я пришел сегодня голосовать, чтобы изъявить свое желание выбрать своего президента. Это же наше будущее. Выбираем. Чтобы была правильная жизнь. Всего в Анапском сельском округе работали 10 избирательных пунктов. Это самый многочисленный округ муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа, регион. 18 марта на избирательные участки шли не только целыми семьями, но и династиями. В семье Кисляковых четвертое поколение военных моряков. Они голосовали на разных участках и даже в разных городах. Внук сейчас служит в Выборге. Но в одном они едины. России нужен сильный президент. Не по приказу, а по убеждениям. Чита Кисляковых принимает участие в каждых выборах. В этот раз за кого голосовать, сомнений не было ни у кого. С большой уверенностью в нашем выборе пришли на голосование за Владимира Владимировича Путина. Потому что в его лице мы видим будущее нашей страны, будущее наших детей, внуков и правнуков. Глава семьи военный водолаз в отставке. Династия Кисляковых началась с деда. В войну он встречал моряком Черноморского флота. Погиб в 41-м на Украине, защищая Одессу. Александр Георгиевич пошел по стопам отца. 28 лет отдал флоту. Своего сына воспитывал на личном примере. Семи лет он у меня ходил под воду уже. Вот я его потихонечку спускал. И самое главное, я всегда ему говорил, что защита Родины – это самое мужское главное достоинство. И с тех пор он, не задумываясь, когда пришло время, я уходил на пенсию. Он закончил училище также водолазом и продолжал служить. И до сих пор продолжает служить. Теперь уже и внук, закончив мореходку, стал штурманом на пограничном корабле. В этой семье, как ни в какой другой, понимают ценность мира. Понимают и то, что гарантией этого может быть только сильная страна, у которой сильный президент. Никита Бойко, Михаил Попов, Сергей Корабельников. Анапа. Регион. В городе-курорте результат лидера Владимира Путина выше среднего по стране. В избирательной комиссии отмечают рекордную явку на прошедших президентских выборах. Граждане шли на избирательные участки в буквальном смысле до последних минут. Бюллетень Анапчанки Марии Топченко оказался в урне секунд за 30 до закрытия участка. Торопились ради спортивного интереса. По закону, те, кто на 20.00 находится в помещении, имеют право проголосовать. Целый день была занята. И по работе, и не по работе. Дела, короче. Вот и не успевали, поэтому 5 минут осталось. И прибежали, отдали к долгу. Чего бы хотелось? Повышение зарплаты, конечно же. Я, как любая молодая мама, у меня ребенок, семья, хотелось бы, конечно, улучшить семейные и жилищные условия. Для города улучшения, только улучшения. Улучшения в обширном смысле этого слова. После закрытия участков неиспользованные бюллетени пересчитали и погасили, отрезав левый нижний угол. Получившиеся треугольники прикрепили к пачке, чтобы можно было сверить. Первыми вскрыли урна для выездного голосования. Их перевернули и смешали с общей массой, чтобы соблюсти тайну воли изъявления. И дальше начался самый ответственный этап – подсчет голосов. Жители Краснодарского края проголосовали за сильную страну, за стабильное, уверенное социально-экономическое развитие. Об этом говорил губернатор Кубани 19 марта на планерном свещании с заместителями, руководителями муниципалитетов и органов власти края. Глава Анапы Юрий Поляков принял участие в видеоселекторе. Краснодарский край на третьем месте среди российских регионов по явке избирателей и числу проголосовавших за Владимира Путина в абсолютных значениях. В выборах 18 марта приняли участие 3 миллиона 108 тысяч человек. Из них 2 миллиона 529 тысяч отдали свои голоса за Путина. Есть, конечно, благодарность всем учтям, кто пришел в избирательные участки, кто проголосовал, которые отдали свой голос. В первую очередь, конечно, за нашего президента, за Владимира Владимировича Путина. Но в целом, кто просто проявил свою жизненную активность. Кому было не все равно, каким будет и край, и страна в ближайшие 6 лет. Это очень важно. Иметь эту гражданскую позицию и не просто ее где-то высказывать на кухне, а заявлять и использовать любое конституционное право, чтобы не выразить эту гражданскую позицию и тем самым повлиять на куш, созвучие страны, ну и, конечно же, нашего. Вениамин Кондратьев отметил высокую явку – 78%. Она также названа в числе территорий, где процесс голосования был организован на высоком уровне, и жители которых приняли самое активное участие в выборах. Избиратели Анапы показали рекордную за последние годы электоральную активность на выборах. В единый день голосования Анапчевне выбирали не только президента страны, но и новый облик курорта. Более 100 тысяч жителей муниципалитета проголосовали за проекты, которые будут реализованы по программе «Комфортная городская среда», действующей до 2022 года. От избирательного участка до помещения, где проходило рейтинговое голосование, несколько десятков шагов, процессы не смешивали, таково требование законодательства. Многие жители приходили сами, кого-то приглашали добровольцы. Всего в специальном опросном листе 14 объектов, 3 в городе и 11 в сельских округах. Все они прошли предварительный отбор на заседании городского общественного совета. До 2022 года в Анапе и Анапском районе будут построены 14 объектов. Задача избирателей – выбрать самый главный, второстепенный. Человек может выбрать один объект, может выбрать пять объектов, может проставить очередность всех 14 объектов. Голосовать могли те, кому исполнилось 14 лет. Жители центральной части города старались поддержать соседей. Станичная, да, у Алексея, для того, чтобы было это, чтобы и в первую очередь для детей все-то было. Вот поэтому я и ставлю, что маленькая сторона обязательно будет. Живу в городе, и вот за городские территории, для городства, во все Анапы, да, три галочки. То есть соседний микрорайон, наш микрорайон и здесь еще. Мы только за наш парк, ну, мы не против, за чужие парки, конечно. Наш парк нужно развивать, потому что здесь много жителей, детей, которые в этом заинтересованы. Я вот как городской житель, например, хочу, чтобы первые объекты были построены в городе. Конечно, это нужно, чтобы люди сами решают, где и когда, в какой очередности будет построен тот или иной объект. Все большое начинается с малых дел. У нас в 12 микрорайоне есть стверостроитель. В центре микрорайона он находится. То есть, благодаря жителям, с которым мы предварительно делали опрос, мы решили, что скверостроитель нужно обязательно произвести в реконструкцию. То есть, полностью реконструкция этого всего сквера. Я посмотрела, сегодня очень хорошо люди идут, голосуют. Молодежи очень много, старики. Все поддерживают. Рейтинговое голосование проходило на 55 счетных пунктах. В нем приняли участие более 100 тысяч жителей муниципалитета. Итоги подведут в ближайшее время. Александр Ребека, Михаил Григорьев и Михаил Попов. Анапа. Регион. В этих выборах активное участие приняла молодежь. Этому поспособствовал в том числе и краевой конкурс «Голосовач», благодаря которому каждый, кто сделал фото на избирательном участке, у специальной рамки может выиграть модный гаджет. Всего организаторы разыграют более 100 подарков. В Анапе волонтеры с фоторамками дежурили на 39 участках. По условиям конкурса нужно было сделать селфи и выложить его в социальную сеть с хэштегами «Голосовач-23» и название своего города. Затем фото участников попадают на сайт конкурса, и там идет голосование. Набравшие большее количество лайков получат дорогие подарки. В конкурсе приняли участие полторы тысячи анапчан. Это соцсети, это массовая информация, и вот поэтому решила приобщиться, почему бы и нет. Это весьма заманчивая идея. Среди молодежи, я думаю, из тех, кто может быть как-то сомневается в том, чтобы голосовать или там что-то их останавливать, это может привлечь их внимание. А это идет такая компания в Инстаграме, вот, и я как бы решила, думаю, может мы какой приз выиграем, все же тоже мелочь, но приятно. В конкурсе приняли участие не только молодые люди, но и более старшего возраста. Все фотографии размещены на сайте конкурса. До 25 марта за них будут голосовать пользователи, а 31 марта уже объявят победителей, которые получат айфоны, айпады и другие подарки. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам, не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь, до встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа, Самбурово, 255. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...